Я думаю, сумма, которая названа, учитывая только прямые расходы экономика Арцаха, если взять ее в целом, и не только общественное хозяйство, но и личное хозяйство людей, то эти потери существенно больше. Но как пережить это время? Безусловно, ключевой момент, чтобы выполнялись международные договоренности, международные требования, и дорога на Арцах была открыта, и тогда, естественно, проблема решится очень быстро и решится позитивно. В условиях, когда дороги закрыты, единственный выход – это оптимальное использование тех ресурсов, которым располагает Арцах, и, безусловно, продолжение той системы, которая была внедрена, карточной системы по распределению ограниченных, очень сильно ограниченных продуктов и товаров в тех областях, где это в первую очередь необходимо. Это, значит, медицинские учреждения, в первую очередь, это дети, пожилые люди и так далее. В целом ситуация, конечно, очень-очень сложная, но надо находить решение в рамках тех ограниченных возможностей, которые имеются. Я потенциал Арцаха оцениваю очень позитивно. Я бывал там, я знаю возможности, которые есть в Арцахе, и, безусловно, при благоприятных условиях, при наличии транспортных связей с Арменией и внешним миром, экономика Арцаха достаточно быстро восстановится. Я уверен, что трудолюбивый и талантливый народ Арцаха восстановит экономику за достаточно короткий период. С моей точки зрения, на это достаточно один квартал. Несмотря на то, что многие логистические схемы нарушены, существенные будут изменения среди поставщиков, но, тем не менее, гибкость очень большая. Управленческие решения можно оптимизировать, привлекать специалистов, внешних специалистов и, значит, максимально использовать имеющиеся кадры компетентных людей самой республики. Очень важно восстановить, безусловно, экспортный потенциал. Это, конечно, все, что связано с горнорудной промышленностью. И, конечно, экспорт продукции, в первую очередь, пищевой промышленности, которая зачастую экспортируется не только в Армению, но и в Россию и в другие страны. Власти, главным образом, обязаны обеспечить справедливую систему распределения ограниченных ресурсов. Не должно быть никаких привилегий. Все люди должны быть равны в республике. Мне кажется, надо продолжать ту линию управления, которая была выработана при госминистре Рубене Карленовиче Варданяне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова